Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю брошюру про Таерею Виктора Потапова «Молчание предается Богу». Пятое. Московская патриархия и коммунизм. Не называя любовью, но человеконенавичничеством и отпадением от божественной любви, когда кто помогает эритическому заблуждению на еще большую гибель тех, кто держится этого заблуждения? Преподобный Максим Исповедник. В контексте нашего разговора нельзя не коснуться другой чрезвычайно важной темы, которая является камнем преткновения на пути к объединению русской зарубежной церкви и московской патриархии. Это и коммунизм. В культурно-общественном, национальном и международном общении, любви и милосердия к пребывающим вне церкви открываются для нас бесконечные горизонты братского и полезного сотрудничества. Как было бы своевременно и полезно христианам единым фронтом подняться и возвысить свой голос за возрождение поруганной культуры всего человечества в его лучшем отборе, встать на борьбу со всяким безбожием во имя защиты права, чести и достоинства духовно-разумной личности человека, которая попирается в мире, лежащем возле. Нужно приветствовать отход от вековой разделенности христиан, но в том только случае, если это совершается с целью раскрытия сокровищ православия и для возврата отпавших от церкви к единству в православии. Именно с этой целью еще до революции 1917 года Русская Православная Церковь вела активный диалог и с англиканами, и со старокатоликами. В эмиграции иерархии и богословы Русской Зарубежной Церкви продолжили эти дискуссии и даже участвовали в качестве наблюдателей на некоторых экумунических формулах. Отношение Заграничной Церкви к экумунизму всегда носило трезвый, строго православный характер в соответствии со святоотеческим учением. Ее взгляд был с особой определенностью высказан при назначении 31 декабря 1931 года своего представителя в Комитет продолжения Всемирной Конверенции о вере и порядке. Кавычки открыты. Сохраняя веру в единую, святую, соборную и апостольскую церковь, архиерейский сенот исповедует, что церковь сия никогда не разделялась. Вопрос в том только, кто принадлежит к ней и кто не принадлежит. Вместе с тем архиерейский сенот горячо приветствует Все попытки инославных исповеданий изучить Христовое учение о Церкви в надежде, что через такое изучение, особенно при участии представителей Святой Православной Церкви, они в конце концов придут к убеждению в том, что Православная Церковь, будучи столпом и утверждением истины, 1 Тимофея 3.15, полностью без каких-либо погрешностей сохранило учение, преподанное Христом Спасителем, своим ученикам. С этой верой и такой надеждой архиерейский сенот с благодарностью принимает приглашение Комитета продолжения Всемирной Конференции о вере и порядке. Кавычки закрыты Цитата по скорбному посланию Метрополита Филарета Вознесенского 14 по 27 июля 1969 года Православная Русь, номер 15 Жерндавиль, Нью-Йорк, 1969 года Такова была неизменная многолетняя позиция Русской Зарубежной Церкви по отношению к коммуническому движению Но с 1962 года, то есть с момента, когда в эту организацию вступила Московская Патриархия Заявления, издававшиеся Всемирным Советом Церквей в ССЦ Приняли настолько радикально левый богословский тон И наполнились столь прокоммунистическим содержанием Что дальнейшее присутствие на этих межконфессиональных форумах В Зарубежной Русской Церкви стало невозможным И коммуническое движение, в котором Московская Патриархия играет виднейшую роль Берет за руководящий принцип протестантское ведение Церкви Протестанты считают, что нет единой истины и единой Церкви Но всякая из многочисленных христианских деноминаций обладает частицей истины Ради чего неотносительные истины можно путем диалога привести к единой истине А один из способов достижения этого единства в понимании идеологов и коммунического движения Это проведение совместных молений и богослужений с тем, чтобы со временем добиться притещения из единой чаши Православие никак не может принять такую экклезиологию Ибо верует и свидетельствует, что не нуждается в собирании частиц истины Ибо Церковь Православная является хранительницей полноты истины, дарованные ей в день Святой Пятидесятницы Православная Церковь все же не запрещает молиться за находящиеся в ней общение с нею По молитвам святого праведного Иоанна Кроштанского и блаженного архиепископа Иоанна Максимовича Поучали исцеление католики, протестанты, иудеи и мусульмане, и даже язычники Но действуя по их вере и просьбе, эти и другие наши праведники, одновременно поучая их, что спасающая истина только в православии Замечательный образ правильного православного подхода к инославному миру дает нам протопресвитер Флор Жолткевич Кавычки открыты Евангельский отец, быть может, не раз выходил на дорогу посмотреть Не возвращается ли его сын, но сам не ушел из своего дома, а ждал его возвращения Так и единая Вселенская Церковь терпеливо ждет всех в своей луне И мы, вечное его чадо, постоянно молимся Да приедет весь инославный мир в разум вселенской, вечной, непогрешимой и неизменной истины Христовой И дай идти с нами славят, причистое, великолепное имя, от Троицы, славимого Бога Кавычки закрыты Сколько? Православная Русь, православие и коммунизм Для православных совместной молитвы и притещения на литургии является выражением уже существующего единства в пределах единой, святой, соборной и апостольской церкви Святой Ириней Леонский, II век, лаконично сформулировал это так Наша вера находится в согласовании с Евхаристией и Евхаристия подтверждает нашу веру Святые отцы церкви учат, что члены церкви созидают церковь, тело Христово Тем, что в епархии они притещаются телом и кровью Христовой, Евхаристии Вне Евхаристии и причастия нет церкви Совместное притещение явилось бы признанием, что все притещающиеся принадлежат единой апостольской церкви В то время как реалии христианской церкви и нашего времени, к сожалению, указывают на глубокое вероучительное экзиологическое разделение христианского мира Сколько раз мы слышали, читали в официальных заявлениях Всемирного Совета Церквей О необходимости проявить христианское сострадание к нуждающимся в мире Это, несомненно, прекрасно и вполне в евангельском духе Против чего никак нельзя возразить Хорошо выражать свои сочувствия к черным в ЮАР или их страдающим от столкновения на Ближнем Востоке В Индокитае и в других местах нашей планеты Но разве этим исчерпывались человеческие страдания В те годы Всемирный Совет Церквей был очень хорошо проинформирован о положении верующих в СССР Но он не обволнил ни одного слова о миллионах замученных христиан И не выступил в защиту тех, кто подвергался преследованию о коммунистических режимах Хрущева и Брежнева Характерный момент В 1975 году в Найроби состоялась пятая ансамблея ВСЦ Руководство Совета было крайне смущено помещенным в газете ассамблеи полным текстом письма священника Глеба Якунина и Льва Ригельсона В письмо было заглавлено обращение от имени преследуемых христиан Авторы письма ссетовали на то, что ВСЦ не возвышает свой голос В защиту наполовину разрушенной русской православной церкви И полностью уничтожен церквей Албании В письме упоминался позорный факт, что ВСЦ ничего не сказал даже тогда, когда в Албании расстреляли священника за то, что он покрестил новорожденного Якунин и Ригельсон пытались убедить представителей ВСЦ не питать иллюзий по отношению к представителям Московской Патриархии Во Всемирном Совете Церквей, который осуществляет задачи советского правительства и стратегические цели Компартии СССР Несколько робких попыток ряда делегатов на этой ассамблее выпустить специальное заявление о проблеме преследования верующих Не уменьшались успехом из-за противодействия генерального секретаря Всемирного Совета Церквей Филиппа Поттера И московской делегации во главе с митрополитом Ювеналием, он же агент Адамант И тут звездочка, дается ссылка внизу В 1973 году за два года до ассамблеи в Нейроби генсек ВСЦ Филипп Поттер посетил Москву и встречался с представителем Московской Патриархии В одном из отчетов КГБ, найденных в парламентской комиссии, говорится В СССР в качестве гостя Московской Патриархии находился генеральный секретарь ВСЦ Филипп Поттер В отношении которого через агентов Святослава, Адаманта, Михайлова и Островского оказывалось выгодное влияние Получено представляющее оперативный интерес информации о деятельности ВСЦ В начале 4-го отдела 5-го управления КГБ Пресс-СМССР Подполковник Кубышкин 101.02.1973 года Кавычки закрыты А жаль Была упущена уникальная возможность проявить подлинный коммунизм Заступиться за гонимых христиан в духе братской любви и милосердия Даже когда авторы обращения от имени преследуемых христиан были арестованы Всемирный Совет Церкви позорно промолчал Упоминаем в этой связи о деяниях последующих двух ассамблей Всемирного Совета Церкви Мы взяли эту информацию не из православного источника, а из лютеранского еженедельника Кристиан Ньюис С 1 по 8 апреля 1991 года В журнале опубликован отчет лютеранского богослова Джона Милхейма Об этой экономической встрече Которую раскрывает духовная банкротство ВСЦ Кавычки открыты Когда гости и делегаты 7-й ассамблеи ВСЦ собрались под большим шатром для молитвы Вечером в день открытия их приветствовали мужчины-аборигены танцем Короборы Праздничным танцем, исполняющимся при праздновании племенных побед и подобных событий Они танцевали вокруг костра, из которого сходил большое облако дыма Сквозь которое прошли молящиеся, то есть христиане Их, в скобках, собравшись молящимся, было сказано Что таким образом, проходя сквозь это очищение облака дыма Духовность аборигенов соединилась с христианской духовностью Выделено автором статьи Кавычки закрыты Далее в своем отчете Джон Милхейм напоминает Что подобно рода языческое открытие коммунистического собрания Было на 6-й ассамблее ВСЦ В Ванкувере, Канада В 1983 году Кавычки открыты Североамериканские индейцы той местности Провинция Британская Колумбия ВП Вырезали для ВСЦ Столб тотем Который генеральный секретарь ВСЦ Филипп Поттер И другие высоко подняли в знак Празднования единственного богослужения Когда этот тотем был передан в собрание ВСЦ, то собравшица было сказано, что индейцы своим духом, бога, пришли приветствовать и участвовать в ассамблее ВСЦ, выделено автором. Кроме того, само открытие Ванкуверской ассамблеи сопровождалось индийскими танцами и молениями. Страшный дым Вызывание духов Мертвецов Является неотъемлемой частью религиозного Плеверализма И язычества Что можно ожидать На каждой ассамблее ВСЦ? Это смешение нехристианской Религиозной практики с христианством Является Типичным направлением и настроением ВСЦ Согласно его повестке дня 90-х годов Кавычки закрытых Другая статья, опубликованная в том же выпуске Кристиан Ньюис Добавляет некоторые подробности в выше приведенном отчету о встрече ВСЦ в Канбере В ней рассказывается о выступлении Чунг Хиунг Женщины-пастора Пресвитерской церкви в Южной Корее Кавычки открытые Ее представление началось Цеременуальное танцем С двумя мужчинами-аборигенами И несколькими корейцами Она пригласила присутствующих Ступить со мной С ней на святую землю Сняв предварительную обувь Пока мы танцуем, чтобы приготовить путь Духу, многие Повинулись Затем она с зажженной свечой по обеим сторонам стала вызывать духов Она прошла имена умерших духов с напечатанным листом, который позднее сожгла и развеяла пепел по воздуху Среди тех мертвых духов, которых она вызывала были Хагар, Урия, мальчишки-младенцы, убитые Иродом Джан Арк, евреи, убитые в газовых камерах Махатта, Ганди Стив Бико Мартин Лютер, Кинг Мальком Экс И, наконец, дух освободителя Нашего брата Иисуса Замученного и убитого на кресте Кавычки закрыты Далее в статье в Кристиан Юис рассказывается о том, как Чунг Хиунг словословила корейский спиритизм женских богинь Особенно Бодхидзатву, которая дает силы плыть в берегам нирваны И богиню Кван Ин Которую она отождествила со святым духом Согласно Чунг Хиунг Хиунг Бодхидзатва ждет, чтобы вся вселенная Просветилась и тогда люди, деревья, птицы, горы, воздух, вода Смогут вместе погрузиться в нирвану Где не могут жить в коллективе вечной мудрости и сострадания Чунг Хиунг К этому добавила Автор статьи и в заключении пишет, что Хунг Хиунг Закончила свое выступление на ассамблее в СССР еще одним танцем с аборигеном Но ради приличия автор не стал описывать этот танец Таким образом, представители современного коммунистического движения Не только не способствуют единству, но усугубляют разделение христианского мира Они зовут эти не узким путем спасения, восповедания единой истины А широким путем объединения с поведающими разнообразные заблуждения О которых святой апостол Петр сказал Что через них путь истины будет в поношении 2 Петра, 2 глава, с 1 по 2 стих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok